здравствуйте андрей андреевич вы раньше занимались регрессивным гипнозом смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза там рассказывали что душа после смерти представляется перед судом существует ли таковой я такого не говорил если уровне на которой высший суд распределяет души нету также рассказывали об интерферентах интерферентах которые вредят человеку еще при жизни расскажите пожалуйста что делает человеку при жизни что после смерти я хочу вам сказать что не нужно на меня цеплять погоны не мои я раньше занимался регрессивным психозом до гипнозом хотя психоз ему больше подходит но хочу вам сказать что я не рассказывал о том что душа после смерти идет какому-то суду это не так если я это где-то говорил я ошибался это неправильно на прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал но могу сказать что очень часто люди начинают посещать регрессологов и когда регрессологи на чем базируется идея регрессологов она базируется на том что человек может найти первопричину своих неудач они могут в этой жизни находиться или прошлой и помочь человеку реализоваться или помочь человеку изменить себя но это очень правильно как бы гипотетически то есть в случае если человеку дать возможность убрать страхи какие либо то в дальнейшем этот человек станет бесстрашным значит более чего там добьется таким образом найти ту причину или первопричину которая создала этот страх после этого это первопричину устранить и в дальнейшем этот человек забудет об этом и будет более ровным человеком но вам никогда вы никогда не задумывались о том что любые негативные качества которые есть у человека и которые он прошел является для человеком урока уроком который создает его мировосприятие и его душевные ценности если ребенка бы не обижали в школе то он бы вырос более озлобленным так наши негативные ситуации в которых мы оказываемся они дают нам опыт и этот опыт как правило хороший дело в том что любой негатив он создавал создан таким образом чтобы человек мог стать более добрее неприятности чтобы человек стал добрее неприятности в семье чтобы семья стала добрее друг другу одним словом любые проблемы которые возникают у человека они нацелены на то чтобы человек стал более духовным существом более добрым более покладистым более ровным и так далее в случае если мы убираем вот такие первопричины то есть вспоминаем когда вас обижали в школе и устраняем это с помощью гипноза то в дальнейшем у человека появляются проблемы он изменяет свой характер и вот эту нить которая идет с плохого и вырабатывает душе хорошее это нить исчезает и человек вдруг становится вредным я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе почему это происходит почему люди которые многократно проходят процессы или вот такие сессии правильно говорить вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин или там сессии связанные с там допустим улучшением своего нынешнего состояния вдруг в какой-то момент полностью изменяются то есть раньше чек был добрый хороший ровный становится агрессивный хамовитый становится злобный начинает кидаться почему нельзя убирать все плохое из прошлого все плохое из прошлого сделано с милыми хорошими и добрыми людьми вот так это все устроено именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит потому что обычно у человека портится характер напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате сайта дуйко точка гуру напишите были ли у вас такие знакомые или сталкивались ли вы сами с тем что проходя вот такие сессии регрессивного психоза расстановок сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее изменяла ли это в худшую сторону вашу судьбу также скажите мне изменяла ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике где вы призывали свой род напишите мне правду и я эту правду прочитаю для тех людей которые в дальнейшем захотят видеть это видео дальше почему нельзя возвращаться к прошлым жизням дело в том что когда человек возвращается в прошлые жизни то он возвращается в то место где он был совершенно старым человеком а когда человек умирает то перед своей смертью скорее всего он болеет определенными заболеваниями это могут быть заболевания которые были наработаны на протяжении всей жизни заболевания позвоночника сустав аутоиммунные заболевания заболевания возможно психические так далее мы же их не помним эти заболевания так вот когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события которые были в его в прошлой жизни то он погружается постепенно свою жизнь начиная с ее окончания обычно окончание обусловлено тем что там были онкологические болезни и человек умирал от чего-то или за счет чего-то а если не дай бог там была онкология или ишемическая болезнь сердца либо тяжелейшая гипертония разрывы сосудов там и так далее то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь и после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно непонятно откуда обрести самую настоящую онкологическую самое настоящее онкологическое заболевание и после чего имеет большие проблемы со здоровьем именно это очень часто я тоже наблюдал во время того когда смотрел за тем как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее